Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Вала Щу. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Мы продолжаем рок-путешествие по московским рокерским местам. И мы прибыли к знаменитому московскому Макдональдсу, который был первый здесь построен. Вы спросите у меня, а при чем тут Макдональдс и рок-музыка, и рокерские места? А я вам отвечу, для тех, кто не помнит или не знает, что здесь когда-то, на этом месте, было знаменитое кафе Лира, Которое в 70-х годах прошлого века было очень популярно среди продвинутой молодежи. А продвинутая молодежь что слушала в 70-е годы? Конечно же рок-музыки. Поэтому сюда было попасть очень проблематично. В связи с тем, что в Москве вообще было ресторанов и кафе, их мало было. Поэтому попасть было очень проблематично. Сюда очереди были, в это кафе Лира. И оно просуществовало здесь до 89-го года. Только потом здесь открыли Макдональдс. И еще, чем оно знаменитое, это кафе Лира? А тем, что группа Машина Времени и Андрей Макаревич спели про это кафе целую песню. Это называется Кафе Лира. Настолько удачно Макаревич описал все происходящее тогда в этом кафе и вообще в Советском Союзе. Это была картинка про Советский Союз. Я зацитирую несколько фраз оттуда. У дверей заведения народу скопление, топтанье и пар. Но народу скопление не имеет значения. За дверями швейцар. Неприступен и важен. Стоит он на страже боевым кораблем. Ничего он не знает, но меня пропускает лишь в погоне за длинным рублем. Во, сказал. Это действительно так и было. Я хотя и жил тогда в Днепропетровске. Но точно такая же картина наблюдалось в любом кафе. Попасть было невозможно только за деньги без очереди прошмыгнуть. Вот. И дальше Макаревич повествует о том, что происходит внутри. Я опять-таки зацитирую несколько фраз. Вот у стойки ребята их лица помяты, а в глазах глубина. Без сомнения ребятки хлебнули немало веселящего действа вина. Точно в точку. И так оно и было. Собирались люди, бухали там и веселились. Или так. А вот за столиком дама. На даме Панама. А под ней томный взгляд. Но Панама упряма. И клюет на Панаму уже 28-й кандидат. Ну так оно и было. И еще одна зарисовочка оттуда. А вот парень с востока. Он танцует жестоко. Ему пара нужна. Только пары не видно. И танцору обидно. И уводит его старшина. Ну точно. Я просто расскажу один случай из своей практики. Из своей жизни. 28-летний. И вот у нас в Днепропетровске был такой знаменитый бар Маяк. На шестом этаже. В парке Шевченко. И туда тоже попасть было проблематично. Но там был наш товарищ. Здесь с жокеем. Он крутил там музон. И поэтому он нас иногда туда запускал. Бесплатно. И мы сидели тихонько в уголке. И пили кофе. С чем-нибудь. И слушали музыку. И вот там точно. Картинка с натуры. Из кафе Лира. Мужик с востока. С дальнего. При деньгах. Идать нефтяник. Пьяный в зюзю. Познакомился там с девчонкой. Она тоже готовая. И он танцует с ней. А тогда вышла песня знаменитая. Певица австрийской Гиллы. Джонни Оуе. Она была очень популярна. Она мелодичная. Классная песня. Хорошая. И вот этот мужик готовый. Он в тулупе. Тогда тулуп был дефицитом. Это признак богатства был. Он в этом тулупе. В джинсах. И танцует с ней. Обнимает ее. Они танцуют. И он все время подходит к нашему корицу. И заказывает эту песню. Джонни Оуе. Раз заказал. Два. Пять. Там уже все возмущаются. На что с такой. Подошли к джинсаке. Говорит. Да прекрати крутить эту песню. А наш товарищ говорит. Да чуваки. Да пошли вы подальше. Он по пять рублей платит. Вы мне по рублю тычить. А он по пятерке. Дайте заработать. Отошли. И опять. Он подходит пять рублей. Джонни Оуе. И уже десятый. Там двенадцатый раз. Пятнадцатый. Эти парни. Которые крутые. Не выдержали. К нему подходят. Говорят. Слышь мужик. Прекрати. Прекрати. Мы уже не можем слушать эту песню. Иначе мы тебя сейчас тут вышвырли. А он такой этот тулуп растягивает. А у него там такой тесак на медведя. И говорят мужики. Ну попробуйте. Готовый. Веселый такой. И они отвалили. Ого опять пять рублей. И продолжил Джонни Оуе. Вот такая вот прекрасная зарисовка с натуры. Поэтому Андрей Макаревич потрясающе делает зарисовки. Его хоть и многие обвиняют. Умники. Что он певец банальных истин. Да прекрасные у него зарисовки с натуры. Вот так и его. Мне очень нравится. Его подход мне нравится к сочинению музыки. Какой подход? Он сначала сочиняет музыку. А потом спрашивает сам себя. О чем эта музыка? Потому что текст должен соответствовать музыке. Люди, которые этого не понимают. Им в музыке делать нечего. Это обязательно должно соответствовать. Они должны противоречить друг другу. Так вот у Макаревича всегда прекрасные тексты. Прекрасные зарисовки. И очень точно подобраны слова под музыку. Они соответствуют. О, всегда у него сделано. Вот поэтому. Вот этот Макдональдс, который в 89 году открыли на месте кафе Лира. Имеет отношение к рок-музыке. Как преемник бывшего кафе Лира. Вот что я вам рассказал под знаменитой рок-место московское. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории ванне с цензуры. Расскажет рокер Валащук. Валащук. Валащук.